добрый день дорогие друзья тема нашей сегодняшней видео лекции искусство ислама продолжение после 1500 года большая часть территории среднего востока оказалась разделенной между османской империей с ее столицей в константинополе ныне стамбул и династии сифи видов обосновавшийся в персии ныне иран в отличие от своих османских соседей сифи виды изображали своих произведениях искусство живые формы а люди и животные стали отличительной чертой их стиля в иллюминированных манускриптах образцом может служить иллюстрация сон рустама сражение рахеша со львом замысловатые цветочные орнаменты были не менее частым мотивом сифи видского искусства в особенности на текстильных изделиях и коврах персидские ковры 16 века одни из самых великолепных производимых когда-либо самый известный артебельский ковер с надписью максуд из кашана прославившийся своим огромными размерами тонким плетением и невероятной цветовой гаммы этот ковер был одним из двух покрывал предназначенных для гробницы шейха софи один из хака ардебели ставший местом паломничество сифи вида в 16 столетии уникальное художественное наследие сочетающее в себе восточной традиции центральной азии и тимуритского стиля с византийским венецианскими и балканскими мотивами заложила основу для османского стиля османские мастера отдавали большое предпочтение всевозможным причудливым орнаментом чем изображением людей и животных керамические узоры создавались под влиянием китайского фарфора а растительные цветочные узоры были самыми распространенными в особенности в цены изникской керамики каллиграфические и линейные геометрические узоры в основном использовались в архитектуре в 19 столетию изникская керамика пользовалась большим спросом в странах востока и находила отражение во многих художественных стилях 19 и 20 веков в особенности в движении искусств и ремесел в религиозной архитектуре классический атаманский стиль переживал свое возрождение в исламских общинах во всем мире достигнув апофеоза при сооружении мечети сулемания в стамбуле это сооружение послужило достойным ответом близ лежащему христианскому собору святой софии с присущим ему византийским великолепием такой классический стиль архитектуры постепенно переходил в османское барокко причудливый стиль из замысловатых форм волнообразных линий и обильных декораций явно навеянных влиянием европейских архитектурных и живописных тенденций таких как рококо и барокко 1556 году в индии к власти пришла династия моголов и направление исламского искусства во многом восприняло индуистской художественной традиции главными религиями при моголах являлись индуизм и джайнизм и ремесленники отражали данные течения в своих скульптурах резных изделиях оттисках и каменной кладки также появляются элементы индуистского стиля навеянные исламскими арабесками формах гирлянд и ширм с красивыми резными и лепными узорами встречающимися во внутреннем убранстве дворца моголов могольский стиль живописи достиг своего расцвета в период правления императора акбара в эту эпоху придворные императорские живописцы продолжали создавать произведения на литературные сюжеты в персидских традициях однако они отличались большим натурализмом во время правления шах джахана создавались в основном портреты членов правящей династии и жанровой сценки более сдержанный сифивитский стиль был дополнен новыми живыми оттенками легкими штрихами с особым вниманием к деталям такое влияние европейского реализма вполне логично учитывая расположение португальской торговой колонии на западном побережье индии с начала 16 века портрет принца шах джахана служит своеобразной кульминации коренных изменений придворной портретной живописи простые ткани и незамысловатый фон ушли в прошлое данный портрет демонстрирует императорское богатство и величие могольская живопись переживала свой закат по мере смены императоров которые по своему художественному мировоззрению приближались к аскетизму с характерной для него строгостью и отсутствием динамичности геометрические формы и орнаменты словно раскрывают шифры языка вселенной а повторяющиеся узоры свидетельствуют о ее бесконечности прикладное же искусство пытается сделать прекрасным повседневные вещи культура ислама оказала огромное влияние на развитие западной европы